К нам прощаются очень многие жители города Балакова с жалобами на то, что в ночное время суток после 22.00 магазины продуктовые на территории многоквартирных домов продают алкогольные напитки. В связи с этим многие люди, употребив алкоголь, хулиганят, дебоширят на дворовой территории, ломают детские спортивные площадки, разрушают установочные павильоны. Сегодня с молодой гвардией мы решили провести мониторинг, соблюдение законодательства торговли алкоголем в ночное время, а также проверить, как наши предприниматели соблюдают это законодательство. Яблокоперсик, абрикос, чистый яблокоперсик. Дайте яблокоперсик. Яблокоперсик. Постоп? Я, постопчику. Что это? Не, не, на улице. Вот. Вот. А вот у меня палечка есть, да? Да. Так. Так. Что, да? Да. У меня ничего есть. У меня ничего есть. Спасибо. Это вокзальная 733, то есть подошли, с первого раза продали без каких-либо уговоров, людям разлили в одноразовую посуду, спиртные напитки, продали также сок. Ну вот сейчас пойдем поговорим с продавцом, почему она так делает, кто ее мотивирует продавать в ночное время алкоголь. Здесь организация проводит кавиторинг, продавцом в ночное время алкоголя. Скажите, пожалуйста, сейчас вы продали молодым лизам алкоголь, вы разливаете это кафе. У вас где-то есть место, где могут люди встать и укреплять алкоголь, а где-то у вас оборудованы, столик, стулья. Значит, у вас есть аудитория, а у вас как организация называется? Не зря, дедочка, вы скопали сразу, убедила, сказал, что вы не снимали. Может быть, да. Так, естественно, кафе в магазин. Скажите, пожалуйста, а вот предприниматель у вас уведомил о том, что в ночное время нельзя вам продавать алкоголь? А для чего я не скажу, что у вас что-то есть? То есть у вас прям трудовые отношения с ним такие, что просто в 10 часов вечера вы продаете алкоголь? Да, вчера я писал деньги на мою работу, я не знаю, что вообще я. У вас не мотивировал тем, что если там придет полиция, что траву вам выпишут, там у вас хозяйство, у вас есть штраф, если для вы рабочих нет, если у меня приняли официальную работу. У нас закон есть, который запрещает после 27.00 продавать алкоголь. То есть, магазин вообще проголосуточный? Да. Но алкоголь вы не имеете права. Вы имеете право торговать проголосуточными продуктами различными? Вы все хозяйствуете с вами? Да нет, мы суть не в этом. Мы сейчас не будем никакие вызывать полицию, составлять протоколы. Мы просто проводим, как бы, как сказать, разъяснить эту работу. Вы поймите, что ответственность-то лежит на вас. Я очень много ездил с потребительским рынком, с Абэпом, с полицией в эти рейды. И мы были даже в вашем магазине два года назад. Вот. Наверняка, да. И я хочу сказать, что, как правило, индивидуальный предприниматель и хозяин магазина, он ответственность складывает на самого продавца. Вот. Мы хотим вас тоже обезопасить от этого, чтобы трав не лег на ваши плечи в будущем. То есть, вы понимали это. Нету никакой мебели для того, чтобы хотя бы было похоже на кафе. То есть, предприниматели прикрываются тем, что они якобы находятся в кафе. Хотя, индивидуальный предприниматель Киселева, Татьяна Ивановна, алкоголем они торгуют, крепким имеется в виду, не пивом, а водкой, коньяк, прочие алкогольные напитки. Торгуют при заключении договора с ООО из города Сарат-Ми. То есть, лицензия на... Причем с учетом того, что, опять-таки, вот эта замечательная лицензия, она торгуется под город Саратов. По факту, сама организация находится и зарегистрирована по городу Саратов. Это под лицензию другого юрлица осуществляется торговля алкоголем. Министром, министр Швакова, да, это у нас министр экономического развития подписано. Также просим самого министра и министерства обратить внимание на вот эту известную, известную совершенно всем проблему. Вот настоящая лицензия выдана Обществу граничной ответственности по СТРА. Хотя здесь мы видим о том, что поставлено на учет. То есть, это, ну, это прям такая лазейка в законодательстве, которая... И вот мы вам показываем торговый зал. Видно, что здесь нет ни одного столика, нет ни одного стула для того, чтобы осуществлять распитие. Если как объект поставлен на учет, как объект общепита, например, да, или там кафе, здесь это их условие не создано. Это видно, что розничный магазин. Это не это? Аль-Аля? Беля? Алёна? Яна. Яна. Да. Да. Мы находимся на улице Минская. Здесь благоустроена территория, установлены лампочки, малоархитектурные формы, урны. И очень неприятно то, что рядом с благоустроенной территорией нам тоже продали после 22 часов алкогольные напитки. По практике, если рядом с благоустроенной общественной территорией работает подобная наливайка, то разбиваются малоархитектурные формы, разбиваются лавочки и урны. Сейчас мы пойдем и пообщаемся с продавцом, к чему они продают после 22.00. Мы проводим мониторинг вместе с организацией «Молодая гвардия». И вот наши ребята сейчас после 22.00 закупили у вас алкоголь. Скажите, пожалуйста, вы так будете постоянно алкоголить после 22.00? Сегодня сделали какое-то смечение. Но ребята, то, что на видеофиксацию фиксировали, то, что вы продавали сейчас пиво, это не выбори. А скажите, пожалуйста, вот в ночное время у вас принято торговать алкоголем? Вы после 22.00 не торгуете алкоголем? Ну, во сколько, что ребята продавали. Мы видели соли, сколько стояли, снимали. Вы не продавали ничего. А скажите, пожалуйста, вот предприниматель, который брал вас на работу и говорил вам продавать после 22.00, он чем-то мотивировал, то, что ответственный с вами разделит, оплачет вас. Вы же понимаете, что это незаконная деятельность? Ну, он не отнимал, то есть не отнимал, а он делал, а он делал, что он делал. Вы наможете сказать, кто индивидуальный предприниматель, либо ООО, который является владельцем данного торгового объекта? Открываю. Кто индивидуальный предприниматель? Да, да, да. Не, ну, если есть, то можете показать бланки. Да, я не знаю, там он тоже упал. То есть вы не знаете, кто вас на работу принимал, да? Ну, кто у вас на работу принимал, кто предприниматель? ИП, индивидуальный предприниматель, фамилия индивидуального предпринимателя? Гардер. Как? ИП. ИП? Гардов? Да. Ну, не слышу просто. Ну, я сказала, ИП Гардер. Гардов. Гардер. Продолжаем наш мониторинг. На остановке АТК нам поступало очень много сообщений, что здесь торгуют алкоголем после 22.00, работают тоже по принципу наливайки. Сейчас у них проходит ревизия, магазин не работает, поэтому мы отправились в соседний магазин, который находится в многоквартирном доме. Здравствуйте. А я еще один. У пива. У пива. Как пива? Да. Дайте давай пива. Какого? Ну, Балаковская есть? Да, давайте. Пива. Пива. Что здесь? Здравствуйте, а вы продаёте алкоголь полки 10 лет? Сколько-то. Мы сейчас проводим мониторинг месяц в Молодой Гвардии, и вот молодые люди сейчас, наверное, узнали в лицо, купили у вас алкоголь? Алкоголь пива, либо алкоголь. Разница есть? То есть крепкий алкоголь мы не продаём. То есть вы после 22-го продаёте столько пива, да? Всё, я снимать не буду, до свидания. Ну, пару слов нам скажите, пожалуйста, чтобы мы полицию сейчас не вызываем, а просто с вами проведём профилактическую беседу. Продавец отказался с нами разговаривать? Ну, предприниматель. Предприниматель. Так, Маргарита Анатольевна Недобешкина. Эмоциональный интеллект и личностное отношение, осознание, управление и влияние. Ничего себе. А ОГРНИП где-нибудь есть? Да. Непсихологический или что-то? Договор на вывоз твердых годов? Ну, вот, наверное. Так. Нет. Нет, она, наверное, нету. Ну, то есть уголок потребителей, в принципе, не ополнен вообще, в принципе. Да. Нет, вот с этой стороны есть. Да, вот мы видим, да. ИП, да? Общество с ограниченной ответственностью, у вас шанс. Это торгующий алкоголем? Нет, старался как анкоголем. А свидетельство индивидуального предпринимателя Недобешкина Маргарита Анатольевна. Недобешкина ИП, да? Маргарита Анатольевна, да, индивидуальный предприниматель. Маргарита Анатольевна, мы вам передаем большой привет. Старайтесь лучше этого не допускать. Но при этом 24 часа магазин работает. То есть, в принципе, эти магазины продуктовые, они и нацелены на то, что во время ночного режима работы они торгуют в основном алкоголем. Это дает им основную выручку. То есть, не продукты, а именно алкоголь. Адрес это у нас улица Набережная Леонова. Медок. Вон, медок, 182 рубля. Где? Да вот она черная. А, вот, да. Хорошая, не болящая. Не знаю. Просто он дежелый. Сейчас одной тоже, мне кажется. Открытый. Почему? А? Ну что? А? Ну что? Да не надо, он у нас остался. Не бьется. Не бьется. Эгоист не бьется. Нету. Нету. Ну другую дать там, вот в том же пределе, ну 187 рублей там что-то вот еще. О, пять озер есть. Беленькая. Нормальная она, да. Прошла? Нормальная? Поболеть не будет мне? Да тебе открыли ее только чуть-чуть. Я просто ее открыла. Все, до свидания, спасибо. Смотрите, в открытой царе. А почему такие правила у вас установлены? Ну, это не у нас, смотрите. Это везде, по закону. То есть по закону вы после 22-х продаете? Ну, в открытой бутылке отдаёте алкоголь, да? Да. А вот что, ресторан, кафе оформлено. Точка общепита. Как это? А где столики у вас? А у тебя, по закону это не положено. Скольки, прием пищи, розлива. Все должно быть положено. Ну, вы не правы. У вас, наверное, работодатель вёл какой-то блуд. На самом деле это только кафе и ресторан имеют право продать открытый алкоголь после 10 часов на вынос с учетом распития на территории объекта общепита. У вас, к сожалению, точка общепита не является, поскольку она не оборудована для этого, и площадь у вас не соответствует 20-ти даже квадратным метрам, которые поставлены. Сейчас вы знаете, что в Саратовской областной думе принят новый законопроект. 50 квадратных метров должна быть площадь, и, ну, ваш магазин точно-точно где общепита не соответствует. Вот. Я понимаю, мы вас прекрасно понимаем, но вы скажите, вот, по-честному, у вас, получается, вот, ну, торговля алкоголем, это у вас, ну, потворствуется начальством, то есть разрешается? Ну, как, ну, вы же не на свою ответственность теперь, правильно? То есть, если вы продаете в ночное время, то ответственность, соответственно, продавца, который продал. А предприниматель в этот момент может впреститься? А сейчас абсолютно без разницы, вы продаете в открытой форме. В этом без разницы, представляется протокол, и на вашей демокративной правильной установке. И в 10 вечера, и в 11, и в 12, и после полуночи, и они сталкиваются вот с этими вот личностями, которые выпили, начинают хулиганить, дебоширить, шуметь. У многих здесь дети, здесь у вас расположены подалеку детские спортивные площадки. Они в ночное время суток распевают там то, что купили у вас, алкогольные напитки. Там разрушают качели, лавочки и так далее и тому подобное. Поэтому призываем вас тоже, потому что если будут подобные рейды вместе с полицией, то, соответственно, на вас уже будет накладываться штраф. А как-то предприниматель вас как-то мотивирует, там доплата какая-то может быть в ночное время, что вот вам приходится торговать, нарушать законы, ничего такого нет? Понятно. Так, подошел к концу сегодня мониторинг. Мы проводили мониторинг магазинов, которые торгуют после 22.00 алкоголем. И мы отметили для себя, что многие продавцы во время продажи открывают алкоголь и считают то, что в этот момент их магазин превращается в точку общественного питания, на которой можно продавать алкоголь. Продавали как крепкие алкогольные напитки, так и слабоалкогольные напитки. Но очень плохо, наверное, то, что алкоголь продают рядом с детскими площадками, спортивными площадками. Особенно это касается тех самых наливая, которые находятся на квартирных домах. Сейчас президент подписал указ о том, что запретить торговлю алкоголем в наливайках, которые находятся на квартирных домах и имеют площадь менее 20 квадратных метров. На уровне Саратовской области региональный парламент принимает закон о запрете торговли на площадью менее 50 квадратных метров. Это обусловлено региональной спецификой, так как многие наливайки делаются на площади однокомнатных квартир, которые находятся на квартирных домах. Итак, мы сегодня провели мониторинг, выявили точки, будет сформирован репортаж. Мы просим всех неравнодушных жителей города Балакова под видео, в комментариях оставлять отзывы, комментарии и указывать адреса, где в их домах, в других стационарных объектах торгуют алкоголем в ночное время суток после 22.00.